МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ФИСКУЛЬ! Привет, дорогие друзья! В эфире программа «Сочи спортивный». С вами Павел Коваленко. Скажу сразу, программа будет особенно интересной тем, кто стремится к активному образу жизни, следить за яркими событиями в мире спорта – поверьте, будет интересно. В Сочи проходит много спортивных мероприятий, помогающих горожанам поддерживать физическую активность и здоровье. Что нужно для достижения цели и высоких спортивных результатов? Комплекс будет располагаться в переулке Строительном. Общая площадь объекта больше 1500 квадратных метров. Это будет универсальный спортивный зал с игровой зоной, административно-бытовым сектором и медицинским кабинетом. В комплексе будут проходить тренировки учеников школы Олимпийского резерва номер 3. Ежедневно здесь смогут заниматься около 400 юных спортсменов. Места должно хватить всем. Разработали и транспортную логистику объекта. Об этом говорил мэр Сочи Алексей Капайгородский и директор Департамента физической культуры и спорта администрации города Анатолий Мирошников. Весь микрорайон мы как раз потребность по спортивным объектам закрываем. Я скажу, даже больше, чем этот микрорайон. Сюда будут подъезжать. Мы с транспортниками уже отработали. В принципе, логистика хорошая. Почему? Потому что мы это проговаривали с родителями, с детьми на родительском собрании. В начале года. Говорят, все нормально. Мы доезжаем с любого части города. Сюда приехать сегодня можно. В новом спорткомплексе будут проходить тренировки по нескольким направлениям единоборств, боксу и фехтованию. Также планируют проводить соревнования по другим видам спорта. Это строительство стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» и стратегии национального проекта «Демография». Возле комплекса благоустроят и прилегающую территорию. В целом, в проекте нового генерального плана Сочи приоритет отдают именно такому – социально значимому строительству. И до 2026 года на курорте появится еще 16 крупных спортивных объектов. На этой неделе прошло еще одно, чей яркое событие в мире спорта. Об этом в репортаже наших корреспондентов. Среди 60 участников соревнований особое внимание привлекают яркие пилоты «Ладо Спорт Роснефть» в фирменных желто-черных цветах. В арсенале команды из Тольятти – исключительно отечественная «Ладо Веста». Заявлено, «Ладо Спорт Роснефть» была сразу в двух гоночных классах – в самом престижном – туринге и суперпродакшене. Пилоты на российских автомобилях в первой же субботней гонке обозначили лидерские позиции. Сильнейшая команда чемпионата выиграла сразу в двух классах и взяла два командных кубка. Причем в классе «Туринг» «Ладо Спорт Роснефть» оформила дубль, завоевав золото и серебро. «Отличная супергонка, интересная. Боролись, всю гонку боролись. Мне понравилась гонка. Спасибо всем за поддержку, за первый этап. Все супер. Много зрителей, спасибо тоже». Нефтяная компания «Роснефть» на протяжении восьми лет является генеральным спонсором команды из Тольятти. Именно благодаря такому сотрудничеству «Ладо Спорт Роснефть» стала ведущей командой в российских кольцевых гонках. А автомобильный рынок получил ряд современных продуктов, которые изначально создавались исключительно для гоночной команды. «Пять лет назад совместно с инжиниринговой командой «Роснефть» мы создали два инновационных продукта. Сначала это был гоночный бензин «Пульсар 100», а три года назад – гоночное масло «Магнум Рейсинг». «И отрадно, что эти два инновационных продукта, которые испытаны нашей гоночной командой в экстремальных условиях автомобильного спорта, сегодня можно всем автолюбителям приобрести на заправках». Сейчас пилоты готовятся ко второму этапу соревнований. Он состоится уже в средине мая в Смоленске. Ушуисты Сочи с колоссальным успехом выступают на крупных российских соревнованиях. Двое наших спортсменов – Богдан Дуянов и Вера Орешко – на последних стартах стали двукратными победителями первенства России. Наш корреспондент окунулся в мир боевых искусств и узнал, что нужно, чтобы стать чемпионом. Команда Сочи выиграла 5 золотых и 5 серебряных медалей в чемпионате и первенстве России по Ушу-Тау-Лу. В чемпионате приняло участие свыше 300 спортсменов. Да, мы приехали сейчас с двух соревнований. Это чемпионат и первенство России. Чемпионат среди мужчин и женщин и первенство среди 12-14 лет. Ребята показали отличный результат. У нас два двукратных победителя первенства России среди юношей и девушек 12 лет. У нас 14 лет. Одна золотая медаль в чемпионате России среди женщин и серебро среди мужчин. Мое самое яркое впечатление с Ушу связано еще с моим детским возрастом. В 2013 году я ездил с Паул Митричем в Китай на первенство и чемпионат мира по Ушу, традиционному кунг-фу. Это было очень необычное мероприятие, потому что другая страна, другая культура. И я смог завоевать первое место в одном из своих видов. Ушу – это достаточно разноплановый вид спорта, который развивает как физические показатели, так и достаточно хорошо повышает духовную ценность. То есть происходит духовное обогащение. Сейчас у нас предстоят соревнования международного уровня. В конце апреля-начало мая у нас будет проходить международный турнир в Москве, на который у нас сейчас готовится команда. В составе сборной России мы будем выступать. А что составило главную проблему в соревнованиях? С чем столкнулись вы? С волнением, как всегда, на самом деле. Потому что каждое соревнование – это новый чистый лист бумаги. И достаточно сложно справиться с волнением перед выходом на ковер. Очень интересно посоперничать с основателями этого вида спорта, потому что на эти соревнования приедет сборная Китая. И приедет также сборная Индонезии. Очень сильная команда. Так как это азиатские спорты, азиатские спортсмены представляют самую серьезную конкуренцию на международной арене. Какая у вас вообще цель? Чего вы хотите добиться в этом спорте? Ну, наверное, самого высшего звания. Это заслуженный мастер спорта. Хотелось бы. Ну, это как спортсмена. Возможно, попробую себя в тренерской. Юра, а какие у тебя впечатления остались после соревнований? Ну, я сильно волновалась, но, в принципе, с собой довольна. Соревнования прошли вполне хорошо. Если мы говорим про наш город, то у нас есть поддержка департамента спорта города Сочи, муниципальное бюджетное учреждение спортивной школы номер 22, в котором мы сейчас находимся. Благодаря директору спортивной школы Василии Александровне у нас ребята, во-первых, как бы выполнили норматив мастера спорта, то есть они дошли до этого уровня. Да, и сейчас мы прорабатываем варианты для того, чтобы улучшить условия, для того, чтобы они дальше могли, дальше не могли именно развиваться в этом спорте и выйти на уровень мастера спорта неизвестных классов. Ну, соревнования, как обычно, прошли на высшем уровне. Мне все понравилось. Да, было достаточно сложно. Особенно Москва составила достаточно сильную конкуренцию. Ну, было тяжело, но все получилось. Мы всех приглашаем в нашу спортивную школу на занятия УШУ. Ребята с четырех лет могут уже начать заниматься этим видом спорта. Ребята зачисляются в нашу спортивную школу с семи лет на бюджетной основе при прохождении теста по физической подготовке. Мы всех ждем. Занимайтесь спортом. Я всем желаю здоровья и успехов. На этом моменте, как обычно, звучит финальный свисток. Ведь наша программа подошла к концу. Друзья, мы продолжим отбирать для вас самые горячие спортивные новости. Но вы продолжаете вести здоровый образ жизни. Заряжайтесь позитивом. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!